Здравствуйте! В эфире программа подробности. Сегодня вновь подробно продолжим говорить о возможном строительстве мебельного производства в Рязанском микрорайоне Агропром. Напомню, эта тема уже, наверное, порядка месяца является достаточно горячей, широко обсуждается в городе. На прошлой неделе в нашей студии побывал представитель инвестора, который, собственно, и планирует построить мебельное производство в Агропроме. Разговор вызвал живой отклик. Сегодня продолжим общаться. И к дискуссии о возможности, пользе или не пользе строительства мебельного производства в Агропроме мы решили подключить эксперта вместе с нами. Сегодня руководитель Рязанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Владимир Моторжин. Владимир Валентинович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, начну с самого, наверное, простого и главного вопроса. Скажите, вот ваше мнение, как человека, представляющего рязанский бизнес, прежде всего рязанский бизнес, городу Рязани, рязанскому бизнес-сообществу. Нужно ли дополнительное производство, мебельное производство, нужны ли дополнительные рабочие места, нужны ли дополнительные производственные мощности? — Ну, во-первых, наверное, это вопрос к жителю Рязани. И я так думаю, со мной, если не все, то многие согласятся точно, что любое производство для города – это важно. Другой вопрос, что какое производство? Мебельное – хорошо. В сегодняшней ситуации достаточно жесткой, кризисной. Находятся инвесторы, причем свои, рязанские инвесторы, которые, привлекая внешние средства, готовы делать производство. Производство – это создание национального богатства в конечном итоге. Все равно, кого оно будет. Но создание рабочих мест, много ли, мало, одно, два, десять тысяча – очень хорошо. Пусть это будет. Потому что торговля сама по себе, она это не создает. И экономическую устойчивость базу организуют именно производственные предприятия. Вы видите, что у нас в Рязани достаточно много производственных предприятий просто не стало. Я могу перечислять, там, лампочка, комбайновые, там, химволокно. Ну, множество предприятий. Это я крупный. Надо это восполнять. Надо, чтобы наши дети находили работу здесь, в Рязани. Не уезжали куда-то там в Москву, а создавали здесь социум. Другое дело – как это делать? И вот тут большая роль лежит на, как бы, горсовете, там, городской администрации. Как жителям правильно донести, что делается. Ни в коем случае ничего нельзя замалчивать. Все должно быть публично. Делается предприятие. Вот такое предприятие. Что там будет делаться? Как будет делаться? Надо сохранить какие-то, либо восполнить какие-то, ну, там, места, я не знаю, там, для отдыха, для озеленения, для спортивных, там, сооружений. Давайте вместе это делать. Ну, то есть, по сути, надо какое-то обременение наложить на бизнес, это обременение надо накладывать. Я сейчас… Я вот против. Вот это отдельный вопрос. Я против обременения на бизнес. Но, то есть, обременение, на наш взгляд, обременение на бизнес – это создание рабочих мест. Создание места, где зарабатываются деньги, где зарабатываются деньги, на что мы будем там растить своих детей, учить и все такое. Это самое главное. Но это не все. И вот в данном случае мы с вами говорим, что вот об этом, ну, насыщенном, экологически не очень хорошем районе, где там железная дорога, автомобильная дорога, там, производства какие-то были. Вот стояла там какая-то база, нефтяная. Что там еще внутри? Какие там… Что осталось после этой нефтяной базы? Я согласен, что, ну, наверное, военные там как-то очень корректно к этому относились. Не уверен. Я сталкивался с тем, что у меня там под землю уходили нефтепродукты. Потом они вскрывались, и что с этим делать надо, там, утилизировать правильно, все такое. Ну, я вот посмотрел, ознакомился, там, заросшая площадка. Ну, просто самосев. Я сейчас прошу прощения, вас перебью для того, чтобы объяснить нашим телезрителям, кто не в курсе. Мебельное производство планируется построить в Рязанском микрорайоне агропром на территории, которая когда-то принадлежала воинской части. Воинская часть использовала эту территорию под склады для горюче-смазочных материалов. В то же время на этой территории, так уж получилось, довольно обильно представлена растительность. Свыше двух тысяч деревьев растут, и для жителей микрорайона это не столько какая-то прогулочная зона, сколько возможность с помощью этих деревьев фильтровать тот воздух, который поступает в микрорайон с восточного, с южного промузла. Соответственно, многие жители выступили резко против строительства мебельного производства, мотивируя это тем, что для его строительства придется лишиться большой части зеленых насаждений. Что делать в этой ситуации, которая, как получается, весьма непростая? С одной стороны, то, что производство нужно, никто не отрицает. С другой стороны, есть проблемы местных жителей, которые нельзя не воспринимать. Все надо прислушаться, надо садиться за круглый стол и договариваться, что делаем. Ни в коем случае производство не должно входить, ухудшая экологическую ситуацию в городе. Ни в коем случае. Вот это прям запрещено, даже не обсуждаемо. Сумеет ли предприятие, входя на какую-то территорию, с собой притащить какие-то социальные. Да, невозможно там, допускаю, невозможно поставить здание, не срубив там три дерева. Они должны быть восполнены, эти три дерева, десятью, которыми этот инвестор должен сделать, облагородить, правильно сделать. Сделать парковую территорию. Тогда, да, тогда, я думаю, все жители будут воспринимать это очень положительно. Я знаю, что у вас уже были переговоры с инвестором, вы встречались совместно с нашими рязанскими экологами. Конструктив в рамках этой встречи прощупывается? Да, прощупывается. Очень интересно. Не хватает коммуникаций. Кто-то где-то чего-то делает, больше догадок. А когда все на столе и когда вопросы прямые, а у бизнеса, бизнесмены, люди очень конкретные. Вопрос в лоб, ответ тоже в лоб. И когда это начали смотреть, оказалось, что плюсов в этом случае больше, чем минусов, вот на мой взгляд. Выйти там ситуацию, не ухудшив ее экологически, можно. Меня, знаете, порадовало, что инвестор уже сейчас самостоятельно начал, ну, наверное, там ситуация его подвинула. Начал делать экспертизу, как-то она называется, там, насаждений. Что надо сохранять, что не надо сохранять, что находится в болезненном состоянии, это нужно просто заменять. И у него пока, ну, как бы, такой висячий проект, его надо, он понимает, что там, какие станки должны стоять, какая территория, какая. Но пока еще все живое можно приспособить под ту ситуацию, которая есть. Выяснили, что там, ну, как бы, зона железной дороги. Она отчуждаемая, там ничего не должно быть, и там это все срубят железнодорожники. По-любому, просто руки у них не нашли. Если это производство уместить в этой зоне и как-нибудь, что все равно нужно делать, то я думаю, что это будет выход какой-то из положения. Тем более, что ему нужна железная дорога для отгрузки продукции. Очень важно, он отсюда намеревается продавать продукцию вплоть до Сибири, там, все такое. Хорошо, если у нас будут делать такие продукты, которые мы будем экспортировать на другие территории. Очень здорово. Так что там, есть возможность очень эффективно поставить производство. Производство, я посмотрел, что уже на этом предприятии есть. У них есть промышленный узел, и они сегодня делают мебель. Но грязные переделы технологические, ну, как грязные, там, где делается, там, пилиться лес, там, где, там, большое количество пила, где идет сушка, где идут какие-то выбросы, они уносят в область. И мало этого, у него уже предусмотрено то, что будет пилиться тут, а здесь будет происходить сборка. Ну, как бы белые воротнички, скажем так. Ну, то есть экологически чистые предприятия. Да, да, там, пятый уровень, там, если только что-то там проклеют, там, прибьют, если что-то будут там подрезать, то эти опилки будут вывозиться на тот завод, и ими будет топиться сушилки, находящиеся на том заводе, на той территории. Безотходное производство, которое... Вообще редко такие производства бывают, мне кажется, оно достаточно эффективное. Ну, то есть сейчас просто нужно найти, насколько я вас понимаю, разумный баланс интересов местных жителей, которые отстаивают свое право на комфортную среду, и, как вот выясняется, в общем-то, предприятие не должно ухудшить экологическую обстановку, а надо сделать так, чтобы она улучшилась. В свою очередь, деловая Россия здесь готова выступать таким, скажем, проводником между инвестором и местными жителями, готова добиваться того, чтобы предприятие появилось, и в то же время комфортная среда проживания у людей сохранилась. Очевидно, для этого и нужны общественные организации, которые представляют гражданские интересы, но с учетом профессиональной деятельности. И это может быть площадкой для урегулирования отношений с властью, с монополиями, с населением, чтобы правильно объяснить, что будет делаться. Ведь нас волнует больше испуг, а вдруг там что-то будет, а вдруг обманут. Вот для того, чтобы профессионально подойти и в дальнейшем не обманули никакой из сторон, мы готовы выступать экспертным сообществом этой площадкой. Очевидно. Ну что ж, я благодарю нашего гостя Владимир Матторжин, председателя Рязанской региональной общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Мы говорили о возможном строительстве мебельного производства в Рязанском микрорайоне. Агропром. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова